Здравствуйте еще раз всем. На самом деле, я когда сюда пришел, я ожидал, что мы будем, наверное, единственным, кто будет рассказывать про адаптив. Потому что мы об этом рассказываем очень много и постоянно, и уже на протяжении двух лет. Но оказалось так, что практически в каждом докладе звучит упоминание адаптивного веб-дизайна и вообще технологии. Это меня делает безмерно счастливым, потому что я понимаю, что действительно тренд, в который мы вкладываем практически все, я говорю про мы, это Рогима, каждый день в своей работе действительно получает признание сейчас и здесь, в России. Это очень хорошо. На самом деле, почему я задал вопрос предыдущему докладчику? Потому что мне кажется, что понимание того, что адаптивный веб-дизайн – это необходимость работать с конкретными устройствами, а все-таки это способность закрыть весь спектр возможных устройств является самым главным. Почему? Если отвечать на вопрос, кто-то здесь задавал, что дешевле, что дороже, то однозначно дешевле и проще создать мобильную версию сайта. Сто процентов. Из нас уже нечего спорить. А, если вы хотите, кто-то еще купил, чтобы умный, чтобы... Я один, да, точно. Гораздо проще создать мобильную версию сайта. Если вы хотите сделать себе действительно адаптивное решение, то его нужно делать правильно. Надо начинать делать все попростому. Сначала определить разрешение экрана, потом понять, какие у него устройства есть функции, потом под эти функции сделать так называемое прогрессивное улучшение. То есть, например, вы можете на конкретном сайте подключить функцию акселерометра в ваше устройство и брать вот так встряхиванием баннера и подключать. То есть, можно делать все, что угодно, используя на вашем сайте функции устройства. Но если вы будете затачивать под конкретное устройство функционал, то вы получите те же самые мобильные сайты, которые не будут охватывать весь спектр возможных устройств. Потому что что произойдет завтра? Завтра выйдет новый телефон. У него будут чуть-чуть другие функции, чем у такого же телефона в предыдущей модели. И уже ваше решение на нем не будет работать. Вам придется постоянно, постоянно дорабатывать. Если же вы не будете определять тип устройства, а будете определять просто разрешение и его функции, то вы сможете постепенно методом прогрессивного улучшения наращивать функционал сайта. Так вот, это на самом деле является главным адаптивным обязательством, потому что вы адаптируете контент под условия, в которых его потребляют. Хотел я начать со слов. На самом деле у меня было много тоже статистических данных в начале, но так, когда я их рассказал, я их решил все удалить. Потому что это не будет иметь никакого значения. В принципе, про адаптивный дизайн достаточно много, потому что все я сказали. Но я начну со слов вице-президента по разработке Google, который сказал, что даже Google недостаточно богат, чтобы поддерживать все возможные платформы мобильные, которые существуют на данный момент. Это тысячи платформ. Если раньше у Google были тоже мобильные версии сайтов, мобильная версия Gmail и так далее, то в прошлую пятницу произошла такая революционная штука. Google наконец-то озвучил, что теперь все их проекты будут адаптивны. Потому что они считают, что объем мобильной аудитории на этих сайтах настолько велик, что не считаться с ней невозможно. А считаться с помощью мобильных сайтов для каждого отдельного вида устройств это плодить огромное количество сущностей, денег на которых Google нет. Поэтому они решили делать свои сайты адаптивными. Так вот, у нас на самом деле мы много рассказываем про теорию. Сегодня тоже был блогер-разговор о про теорию, потом я еще раз повторюсь, что я всю теорию удалю. Я решил сегодня сказать про кейс. Очень клевый, яркий кейс, который наша компания выпустила. Мы на самом деле за два последних года выпустили очень много адаптивных сайтов, корпоративных адаптивных сайтов и промо-адаптивных сайтов. И можем сказать, что применение серверных компонентов это однозначно единственный рациональный путь подготовки адаптивных сайтов. Просто скачивать все на свой браузер, потом это масштабировать, это слишком тяжело. Потому что если вы будете на мобильник скачивать полную версию сайта со всеми картинками, а потом их прямо на браузере ужимать, ну я имею в виду автоматически, то это означает, что ваш сайт для обычного ПК будет весить уже как три сайта для обычного ПК и все вы это будете выгрузить на мобильник. Поэтому серверные компоненты однозначно, и в этом есть смысл адаптивности собственно. Адаптирует не только контент, но адаптирует скорость к скорой загрузке, вес файлов и так далее. Так вот, сегодня, кстати говоря, много кейсов, и сейчас мы ушли из вообще всех кейсов по адаптивному дизайну мелких и ушли в большие штуки. Мы делаем сейчас два крупных российских онлайн-СМИ, мы делаем их адаптивными. Мы насмотрелись очень классно кейсов в Останглоба, BBC, CNN, кейсов, когда видно сумасшедшую динамику роста потребления контента с мобильных. Если за последние два года, я вот как раз вчера вернулся с Воронежа, я там рассказывал эту историю, что за два последних года в три раза заходы на сайты СМИ в Америке выросли с мобильных. В три раза. Но это все ерунда, потому что в России в 20 раз за последние два года выросла посещаемость сайта, то есть потребление контента в массовых сайтах выросли с мобильных. Это супер актуальная штука, поэтому вот мы сейчас там и очень много интересных открытий, которые мы здесь отделаем каждый день, которых еще не сделал кто-то другой, потому что это абсолютно новая сфера. И если вы хотите делать адаптивного дизайна, если вы хотите делать проекты адаптивные, то имейте в виду, что это сложно, это дорого, и вам придется очень много экспериментировать, и вы будете ошибаться, переделывать. Вам нужно будет поменять не только процессы в группе дизайнеров, разработчиков и так далее. Мы, например, у себя поняли, что мы не можем держать даже в разных кабинетах. Любая группа разработчиков, проектная группа, которая у нас работает на отдельном дизайне, сидит в отдельном кабинете. Отдельный дизайнер, рядышком с ним технолог, рядышком с ним проектировщик, и происходит постоянная цикла. Так называемые паршированные процессы, парши. Ну так вот, смысл собственно не об этом, я сегодня рассказываю про этот кейс. Очень классный кейс, небольшой сайт, адаптивный, с сервенными компонентами и так далее, который стал в центре очень интересной маркетинговой истории. И вообще я считаю, что сайт – это всего лишь инструмент. Потому что иногда бывают эффективные и мобильные, кстати говоря, сайты. Иногда бывают мобильные приложения эффективные. Следующий докладчик будет рассказывать про что лучше, мобильные приложения или сайты. У меня есть большая статия на эту тему. Все для своего, для всего свои решения. На самом деле нету на цене, как иногда лучше приложение, даже для новостных порталов, кстати говоря, более актуальных приложений. Но новостные порталы не могут гарантировать качество своего контента, поэтому для них очень важно занять 100% площадь в вашей мобильнике. Любую площадь возможную. Ну так вот, когда мы пришли к нашему старому клиенту, такого вот дома садиться нам, услышать, что же за новый бренд у меня такой появился, они нам рассказали, что появилась колбаса под названием доктор. Ну мы подумали на это, это обычная колбаса, пока нас не познакомили вот с этим вот подающимся человеком. Мушек Ларисович Небеканян, президент Мясного Союза России, идеолог вот этого продукта доктора. Он нам рассказал, что есть докторская колбаса. Вы знаете вообще, почему докторская колбаса, она мне назвали докторская? Все знали, что это полезно. Правильно, потому что она была полезна. Оказывается, докторскую колбасу придумали еще в 30-х годах. И задача докторской колбасы была лечить людей. Она была диетическая, она содержала мало жира. И для того, чтобы восстановить баланс белков, жиров в организме, ее прописали в доктора. Она была полезна. Но со временем эволюции докторской колбасы она стала чересчур вредной, потому что ее начали разбавлять жиром. Ведь жир дешевый, а мясо дорогое, а вес тот же. Чем больше жира, тем иногда даже вкуснее колбаса, тем она дешевле, но она вреднее. И тем самым докторская перестала быть докторская. И вот этот великий человек сказал, что мы два года делали продукт под названием доктора. И мы сделали действительно полезную докторскую колбасу. Он рассказал все эти прелести. Рассказал, что, ребята, вы смотрите, из четырех кусков колбасы, которые вы съедаете, это один кусок, это не мясо, это жир. Вы съедаете просто кусок вот этого мерзкого белого жира. Самое главное, что есть, да, есть дорогие бренды колбасы. Они делают очень красивую упаковку, они делают супер промокомпанию. Но самое интересное, что все это всего лишь обертка. Внутри может быть хоть вот такой зеленый жилет. Колбаса ничем не отличается от другой. Она вся жирная, вся мерзкая. Так вот, что они придумали тогда? Тогда все бренды колбасы придумали некие страхи. То, чтобы вас чуть-чуть запугать. Ведь в колбасе есть, во всех колбасах, кроме наших, есть фосфаты, нитраты, глюконаты, есть куча всякой фигни, которая супер вредна. И поэтому у нас, у премиальных брендов, фосфатов нету, глюконатов тоже. У нас все хорошо. Еще у нас красивая упаковка. На самом деле, все вот эти вещества, они содержатся настолько в мельчайших количествах в колбасе, что это практически незаметно. А вот жир, который содержится в супербольших количествах, он реально вреден. И вот тогда как раз появился продукт доктора, преимущество которого, преимущество которого очевидно. Во-первых, у нас по ГОСТу в колбасе должно содержаться максимум 20-23% жира. Реально в колбасе доктор содержится от 23% и выше. Но в докторе содержится только 7% жира. Как они этого добились? Они взяли только охлажденное мясо. Они абсолютно не используют животный белок и добавляют туда оливковое масло. Ну и так далее. В общем, я не буду углубляться в суперпродукты, просто я, вряд ли вдохновился, поэтому я про него рассказывал. Но они будут далеко уходить. Скажу о том, что это единственная колбаса, которая рекомендована не рано для питания детей, дошкольного, школьного возраста. То есть это реально полезный продукт. Когда мы обо всем этом услышали, мы подумали, мы спросили, как же вы будете продвигать свой продукт. Они сказали, что в первую очередь мы дадим народу его попробовать. И то, что продукт получился реально дорогой, не потому что мы его красиво запаковали, а потому что он просто дорогой по сути, послежательный. Они его решили продвигать через все торговые, дорогие торговые сети, всякие глобусы, гурме, адвокировки и так далее. Но для того, чтобы народ понял, насколько он хорош, они устроили дегустацию в этих магазинах. Самая главная задача была от первого лица объяснить вот эту суть, предоставить информацию в развернутом виде, почему вы должны эту колбасу рубить. Не потому что она красивая, она реально полезная. И мы тогда тоже решили попробовать эту колбасу. Нам дали мешок колбасных изделий, мы приехали к себе в офис, попробовали абсолютно разным в виде, пожарили и такси ели и так далее. И потом мы решили приехать. У нас велась классная идея. Мы поняли, что нужно на самом деле не только пользу до людей доносить, потому что обычно все полезно, а оно и вкусно. А вот эта колбаса, она реально оказалась вкусной, она такая несистая, ощущение, что это кусок говядины, откусила. И мы подумали, что давайте-ка мы попробуем не просто донести полезность этой колбасы, но давайте мы народу еще донесем вкус этой колбасы, ведь вы сами даете пробовать, дегустировать колбасу. Но нам сказали, ну это же невозможно, как вы через принт и через сайт донесете вкус? А мы посчитали, что это вполне возможно. И мы, можно видео запустить? Мы приехали к заказчику, достали сковородки и начали при нем жарить колбасу. Но при тем, как мы это сделали, мы ему обомнили про старый, вот это вот, царь, мы нам обомнили старый эксперимент, когда ты смотришь, как режется лимон, везде выделяются слюни, выделяются слюни, прям чувствуешь вкус лимона. И тогда мы начали жарить колбасу при ней. Мы показали, как она может шакворчать, как у нее может идти дымочек. Когда я начал чувствовать динамики, я начинаю облизываться, я прям чувствую ее запах. И самое главное, показать ее в натуральном виде, в динамике. Но колбасу тогда вы фактически сможете передать вкус чрезократно. После того, как мы это сделали, мы посмотрели, как же все это решается на сайте конкурента. На всех сайтах конкурента колбасные изделия показываются в вакуумной упаковке. А знаете почему? Потому что они считают, что главная целевая аудитория этих сайтов это их покупатели, сети. То есть покупатели местных кабинетов, они самые конечные покупатели. А им что интересно? Упаковка, срок хранения, время доставки и цена, естественно. Больше ничего. Мы провели аналитику и посмотрели, а кто реально посещает эти сайты. И понял, что эти сайты посещают гораздо больше потребителей, чем этих сетей. Потребитель ознакомится с продуктом. И для того, чтобы ему продукт продукт действительно показался убедительно вкусным. Его назвалось вот в таком вот виде представлять. Мы провели большую фотосессию, сфотографировали все колбасные изделия, объяснили, почему на натуральных поверхностях, в натуральном виде продукт съедобный воспринимается значительно лучше. Вот такая была сделана упаковка. Опять же, она показывала сам продукт в естественном виде. У нас есть натуральные поверхности здесь. И есть главные преимущества. Бабах 19,119 калорий. Постное мясо и так далее. То есть все главные преимущества прямо на упаковке. Вот такие вот шоу-боксы были размещены во всех сетях, чтобы выделить продукт на полке среди других конкурирующих продуктов. Вот такие вот раздавались во всех местах продаж флайеры, в которых было написано подробно, чем же эта колбаса болезни. Наша задача, еще раз напомню, проинформировать про люди незнакомые, что вообще такая колбаса есть. Потом мы выпустили целый ряд различных материалов в журналах, здоровье, питание, где мы рассказывали опять же, что колбаса может быть полезной. Самое главное, конечно, было на сайте, потому что сайт был центром всей этой коммуникации. Но тогда мы задались вопросом, а кто же будет посетитель этого колбасного сайта? И мы разработали несколько сценариев. Во-первых, мы поняли, что помимо всех телеперечисленных средств информирования будут еще и такие. Первое. Они решили входить в медицинские сети. То есть дектора-диетологи, рассказывая о рационе питания своего клиента, могут ему дать буклет. На этом буклете будет, естественно, и варил сайта, для получения подробной информации. Там и так далее. Помимо этого есть продукт, который расположен в магазине. Человек может, находясь в магазине, тоже захотя получить дополнительную информацию. Я сейчас подробнее об этом расскажу. Дома и так далее. Так вот, мы поняли, что различных точек входа на наш сайт будет очень много. А главное, с разных устройств. Потому что здесь в магазине у тебя есть с собой айфон. Если ты дома, у тебя есть ПК. Если ты сидишь, читаешь журнал в кафе, у тебя есть свой планшет. И так далее. Самое интересное для нас было, все знаете, что такое NFC. Подмитриру кто знает. Окей, некоторое количество людей знает. Для тех, кто не знает, я скажу очень просто. Не буду углабляться в подробности. Те, кто знает, пожалуйста, меня не пичевайте за то, что, может быть, я где-то ошибся. Но суть в следующем. Суть в том, что вы можете, прикасая ваше устройство, например, айфон, к определенному сенсору, передавать через него различные данные. То есть, это возможно для оплаты проезда в транспорт и уже применяется в некоторых странах. Вы можете оплачивать, приходя в транспорт, присоединив ваш телефон к определенному сенсору, передадутся с вашего счета лицевого, снимутся деньги. И так далее. Это активно применяется, например, в Голландии, и так далее, в магазинах, где вы можете прислонить ваше устройство и получить тут же на экране устройства информацию с сайта, например. Но у нас пока это еще не получило распространение. Но что у нас получило распространение? QR-коды. Вот эти вот самые QR-коды получили отличное распространение. И меня заинтересовала статистика. Мы решили проэкспериментировать в нашей компании с этими QR-кодами тоже, но перед тем, как мы перейдем, до QR-кодов у нас активно были применяющие QR-коды. В принципе, они и сейчас, конечно же, применяются. Они чуть расходятся по функциям. Но суть в следующем. Я поговорил с одним человеком, который разработал самое крупное в России приложение по сканированию бар-кодов. Смысл в чем? Люди реально приходят в магазин, сканируют с своего айфона какой-то штрих-код по товару и тут же получают всю информацию об этом товаре. У него есть большая база, большой сайт. Соответственно, оттуда перекачивается данное экранное устройство, приложение, и все. Вы можете получить информацию о питательных свойствах любого продукта, который есть у вас, естественно, просканировав через приложение этот продукт. Так вот, он мне показал статистику роста сканов за последние два года. И я удивился, насколько люди реально начали этим пользоваться. Мало того, если раньше я видел на западных магазинах, мы имеем в виду обычный супермаркет, видел сканеры бар-кодов, то есть не может взять с полки товара, подойти его просканировать, и ребятам скажут цену, и какие-то там основные информации. У нас сейчас начали такие штуки появляться. То есть люди привыкли получать дополнительную информацию о продукте, который покупают, на месте покупки. Это очень важно, и мы решили и это тоже использовать. Поэтому на всех материалах мы разместили QR-код, по которым мы тоже собирали данные, и который ведет прямиком на наш сайт, на адаптивный сайт продукта до колбаса. Так вот, во всех аналитер-маникации, на упаковке продукта, даже на некоторые счета, которые в них были регионами, везде это все есть. Вот как это выглядит на различных устройствах. Абсолютно по-разному формируется контент. Вот как, например, это будет выглядеть в магазине, если вы вдруг просканируете QR-код, или ведете URL в магазине продукта, вы получите это нечто похожее на мобильное приложение. У вас есть большая кнопка меню, которая будет раскрывать меню, и вы сможете спокойно навигировать по этому сайту. Вы получите быстро всю самую важную информацию о сайте. А главное, наш сайт будет генератор. У нас есть в конце список магазинов, и, собственно, основной целью есть дойти до этого списка и выбрать себе магазин, где ты можешь это купить. Но я имею в виду целью для нас, как для людей, которые делают маркетинг для этого продукта. Вот как это будет выглядеть на iPod, если вы сидите, прочитали эту статью, и вам стало интересно, вы просканировали и писали URL. Вах вы получили совсем другой внешний сайт, хотя имеющий тот же URL. И что самое главное, я еще раз повторюсь, в адаптивном веб-дизайне, это единый код. Немного сайтов. Один код сам штабируется под различные устройства. Вы вышли домой, вы выкинули буклет, который вам сучили в магазине, взяли этот продукт с полочки, и пришли домой, попробовали, блин, как вкусно, и действительно полезно, ну-ка, дай-ка я почитаю. И фактически, имея на этом продукте QR-бол, вы с собой принесли домой буклет, изменито, что вы выбрали себе в магазин. Тут же из дома зашли, получили совсем другой сайт, хотя на том же URL. Вот как это работает в действии. Сейчас покажу маленькое видео, с жимом, с жиманием, размеры браутора, чтобы вы посмотрели, как это работает на разных устройствах, как меняется структура сайта. И она, повторюсь, меняется динамично, то есть с сервера подгружаются различные элементы, это нам позволяет существенно экономить вес сайта. Адаптивный, да? Адаптивный, да. Здесь нет музыки, но видно, я что буду комментировать. Вот смотрите, мы открыли его, предположим, на большом мониторе. Вот мы можем подвигать различные продукты, у нас сверху вот такого вида минимум. Оно тут же при навигации приклеивается к верхней части права, видите, такие подсказочки всплывают слева. То есть применяется куча ял-скриптов, есть различные галереи, которые скроются мышкой по стрелочкам. Есть вот такая интерактивная карта, где можно посмотреть, адреса, где можно это купить. Смотрите, что сейчас произойдет, если мы это дело открываем на iPad. То есть мы сейчас под размер iPad'а сожмем его, баба, меню вообще поменялось. Вот так вот оно в виде кнопки привычного на использовании iPad'а выглядит. У нас подгрузились другие изображения, изображения подгрузились менее контрастные, более легкие. У нас скрылся текст, текст будет подгружаться только при нажатии на картинку, ой, на ссылочку, чтобы не делать слишком длинный скролл, и чтобы не загружать соответственно лишний трафик. Также, если вы посмотрите, я помню, сейчас он вниз опустится, он не опустится, но также мы скрываем карту, то есть на iPhone'е вам на сайте Google карту показывать не надо, иначе будет очень сложно пользоваться. Когда вы скролите, вы будете попадать на карту, не сможете скроллить сайт, это не привычный людей, на iPhone'е. Вообще, на мобильных совсем другой опыт взаимодействия с контентом. На мобильных вы не можете давать длинный скролл и разные типы контента. Человек привык видеть скролл на мобильных только тогда, когда он скролется сквозь генообразный контент. Ну, например, вы смотрите список ваших контактов, или вы читаете какой-то пост в плоте, а если вам тут же дают видео на странице, вам дают текст на странице, вам дают различные дополнительные информации, получается такая портянка из 20 экранов, а главное, вам ей неудобно пользоваться. Поэтому на мобильных мы обычно даем ссылочки. Прочитай подробнее в правый экран сетку, прочитай здесь, в левый экран сетку, получи дополнительные характеристики и так далее. Можно вернуть презентацию. Александр, а я почти закончу. Самое интересное, что наш доктор-колбаса вам подгрузится размером полтора мегабайта на обычный ПК и всего лишь 400 килобайт на мобильный компьютер. И вы даже этого не заметите. То есть, используя те же серверные компоненты, мы будем смотреть, какие функции есть на вашем устройстве, какое у него разрешение, подгрузим вам минимум контента. Если мы вдруг увидим, что у вас большой экран, мы вам подгрузим совсем другой контент, более контрастный. Если у вас ретина, например, мы вам подгрузим ретиновые имиджи. Опять же повторюсь, один сайт коммуникации с любым устройством. На тысячи устройств вы его откройте, везде он будет работать. Даже если какие-то функции мы вам не будем подключать, на геймбойе на старом откройте, или даже точке, вам подгрузится версия, которая будет корректно работать на геймбойе. Любое устройство. За этот сайт мы получили высшую награду от Роснано. Его признали самым инновационным сайтом буквально несколько месяцев назад, потому что мы использовали эти технологии, потому что мы добились такой скорости загрузки и так далее. Вот мы здесь, нашим клиентам-директорам, скупкой, которую нам вручили. Теперь расскажу про результаты всего этого, к чему же мы пришли. Самое интересное, что после того, как мы его запустили, прошло несколько недель, и мы уже начали мерить все, что на нем происходит. И мы увидели, что 25% заходов реально приходится на мобильные. Несмотря на то, что для России достаточно высокая цифра, так как мы понимали, что спектры устройств будут разные, мобильники, планшеты и так далее заняли 25% и 75% PC-шек. Но это был для нас не самый интересный вывод. Самый интересный вывод для нас было с точки зрения конверсии. Мы увидели, что конверсия на мобильных устройствах была в три раза выше на нашем сайте, чем конверсия людей, которые зашли с ПК. Мы для себя ставили три мерила конверсии. Первое. Это люди, которые дошли до списка магазинов. То есть они заинтересовались покупкой, а посмотрели, где купить. Второе. Люди, которые были на сайте более 30 секунд, то есть люди, которые начали вчитываться, соответственно, они начали получать наши посылки. И третье мерила это люди, которые перешли на одну страницу глубже. То есть люди, которые уже заинтересовались в продукте и начали изучать сайты. Вот что мы видим. Первое. Переход в разделы магазинов. В три с половиной раза выше пришелся на мобильных, чем на ПК. Каждый третий человек, зашедший с мобильного, перешел в список магазинов. И лишь 8,5% с ПК перешел в этот раздел. 30 секунд. 30 секунд. Более 30 секунд. Значит, все, кто провел более 30 секунд на сайте, с мобильных было, опять же, почти каждый третий провел более 30 секунд, а с ПК это порядка вот 20%. Глубинат просмотра была на треть выше. Так вот, нельзя забывать про 25% не просто аудитории вашего сайта, а про 25% самой активной аудитории вашего сайта. Потому что народ на мобильных привык выглядеть контент, который некорректно отображается. Большие сайты, которые пытаются упихнуть в маленькие экраны, это неудобно. И кому видеть нечто тоже, чем можно реально пользоваться, что ему привычно, что позволяет вам использовать функции тач и так далее, это надо обязательно делать, потому что вы получите сразу профит. Спасибо. Спасибо, Александр. Пожалуйста, вопросы. Да, иду к вам. Потом к вам. Спасибо. Андрей Георгиев, Кубыск. Александр, никогда не пробовал докторской фонбасы, но вы догадываетесь, что я сделаю сегодня вечером в магазине, я попытаюсь найти. Пишите мне, это просто интересно, я сам любил свою фонбасу. Это самому страшный интерес. страшный и интересный. Скажите, пожалуйста, вы ожидаете прорыва в этом направлении для различных продуктов и для различных объектов продажи? и, как бы, вопрос этого вопроса, когда вы планируете на этом заработать свой первый миллион долларов? Хороший вопрос про миллион долларов, мы уже его заработали, поэтому прошло. Теперь я скажу про прорыв. Прорыв уже произошел, он сейчас идет, и единственное, что предстоит нам сейчас, это успеть адаптировать наши сайты до того, как количество заходов с мобильных вырастет серьезно выше показателей, чем есть сейчас. 25% от России. Кто-то из предыдущих докладчиков, по-моему, показывал график, что в этом году произойдет пролом. Это мировой график, который показывает, что впервые за всю историю в этом году, в середине этого года, по прогнозам, количество заходов на сайты с мобильных в мире произойдет общее количество заходов на сайты с ногу, с обычным писишек и так далее. Это уже прорыв. Самый интересный прорыв произошел в Японии. У них уже в 2000 году в 2000 98% людей заходило на сайты с мобильных. Динамика у них выросла с 17% до 98% всего лишь за два года. И это было в 2010 году. Поэтому нас это непременно ждет. Все будем использовать интернет с мобильного, все будем употреблять контент с мобильного, потому что ПК становится все неудобнее и неудобнее, а главное в них меньше функций, чем в мобильных устройствах. Поэтому резких прорывов не будет. В принципе, он уже произошел. Я считаю то, что нужно делать с активной сайты, нужно грамотно проектировать не проектировать на конкретное устройство, а проектировать на возможность работать с любым устройством. Окей. Здесь еще вопрос. Да, еще раз добрый день. Адрикушин в Аргументы.ру. У меня даже не вопрос, а некое техническое уточнение. Это проектирование идет динамическое, то есть, допустим, я открою на компьютере и начну окно его как бы ужимать. Я увижу это проектирование? Или все-таки это вот я открыл на iPad, значит, это все под iPad. Хороший вопрос. Обязательно все должно быть динамически, причем я даже так скажу. Сначала мы подгружаем вам наиболее легкую версию сайта, если вы даже зашли на iPad. А потом мы понимаем, что у вас экран большой, что у вас есть определенный функций, например, что вы поддерживаете jQuery. И мы тут же подгрузаем более качественное изображение вместо тех. То есть, мы изначально идем по принципу Mobile Force. Сначала мобильный. Сначала весь контент для мобильных, а потом подгружаем вам дополнительные фичи. Тем самым мы экономим время, вы сразу же получаете контент, вы не ждете. А по ходу уже работы с контентом вы получаете дополнительные фичи. Это хорошее решение. Значит, все подгружается в Яроскопе больше. Большие фотографии это Яроскоп. Так. Последний вопрос. Владимир, скажите, пожалуйста, вот вы коснулись в последнем сайте по ключевым показателям эффективности, да? То есть, там были такие цифры, что для мобильных версий, например, просмотр сайта более 30 секунд он как бы был выше, да? Вопрос в следующем. А почему решили, что именно 30 секунд а не минута или не более? Дело в том, что сайт достаточно информационно нагружен и, скажем так, чтобы хотя бы проскролли до какого-то третьего экрана, это нужно значить на более чем 30 секунд, чтобы вчитаться. Это первое. Второе. Не думали ли вы, что это еще связано с тем, что на мобильных устройствах просто немножко дольше по времени занимает навигация по меню, тот же самый скролл, и, естественно, человек просматривает информацию с ПК и с какого-нибудь мобильного телефона не находится в разных ситуациях. Конечно, с мобильного телефона человек просто, исходя из более сложной навигации, он будет дольше находиться на сайте изначально. Следуем вашей логике, чем сложнее я сделал навигацию на сайте, тем дольше будет польза на сайте, тем лучше будут мои показатели коммерс. Это не разумно. Нет. Наша задача была сделать навигацию как можно более простой на любом устройстве. А вот что для нас было абсолютно ясным, тем что человек не будет тратить еще много времени на изучение. Наша задача, как разработчик этого сайта, на мобильном была тебе дать возможность быстро проскроить, просто взглянуться выдержим и уже все понять. А если ты это не понял, нажать на кнопочку на данном случае с названием преимущества и получить дополнительную информацию в виде текста. На ПК мы понимали, что ты уже визуально видишь большую часть контента. То есть ты уже видишь, что там есть тексты, блоки, визуалы, и это тебе тоже даймет на столько времени, чтобы пролистнуть. Наша задача была померить, какое количество людей глазами быстро изучили продукты. Не ставить на это много времени. Принц можно было поставить минуту, можно было поставить час, но мы считаем 30 секунд уже достаточно, чтобы хотя бы какую-то информацию о продукте получить, которую мы хотели завести. Но опять же, это не главный показатель, главный показатель по конверсии мы мерили по количеству переходов на страницу «Где купить». Бюджет. Бюджет? Есть. Какой? Какой бюджет разработка на сайт? Ну, это Диежу. Не могу сказать, что будет стоить разработать именно такой же сайт. Скоро стоило этот проект. Простите, вижу вашу руку, но был последний вопрос, к сожалению. Уже нам нужно дальше. На самом деле, я кратко резюмирую. Если кому-то интерес вообще больше про адаптивный дизайн узнавать, у нас групп ВКонтакте в Фейсбуке в ВКонтакте в Фейсбуке в Facebook.com с нашим Акима. Мы там очень много пишем про адаптивный веб-дизайн. Мы там общаемся с нашими западными коллегами по теме адаптивного веб-дизайна. Попубликуем различные кейсы, пишем статьи. Там много всего интересного. Вы сможете узнать постоянно про адаптивный веб-дизайн. Поэтому, если интересно, в фаллоте будем общаться. Спасибо, Александр Богданов Акимов.